Надо там искать. Маня! Манясь! Искать пропитание на улице такса Маня начала после стерилизации, жалуется хозяйка собаки Ирина Филиппова. Сколько ни корми, отмечает кинолог, найти рыбью косточку или булочку на прогулке – ежедневная задача домашней и с виду упитанной Манни. После операции по удалению репродуктивных органов такса быстро набрала лишний вес, приобрела проблемы с сердечно-сосудистой системой и потеряла интерес к играм на свежем воздухе. Для животных очень ярко проявляется булимия, то есть животные живут около миски, голод не утолим ничем, подбор на улице всего и вся увеличивается просто в разы. Стерилизацию Манни ветеринары провели по медицинским показаниям. Незадолго до процедуры собаки поставили диагноз «рак яичника». Если бы не это обстоятельство, говорит Ирина Филиппова, никогда не положила бы любимого питомца на операционный стол. Вы фактически маленького ребенка лишаете очень многого в этой жизни и получаете овощи, фактически овощи. Вы когда берете собачку или кошечку, неважно, вы понимаете, что вы делаете, почему вы за счет животного хотите упростить себе жизнь. Нет. Другой точке зрения придерживается хозяйка 13-летнего мафика. Татьяна Жданова кастрировала кота в рекомендованные сроки до года. Процедура прошла без осложнений. Говорит, медицина шагнула вперед. К примеру, самкам операции давно проводятся лапароскопическим методом с применением неглубокого наркоза. Конечно же, стерилизация необходима. И животному от этого хорошо. И я никому не помешаю в дальнейшем. Не буду избавляться от лишних. Но популяции должны быть все равно в разумных пределах, как минимум. По словам ветеринаров, стерилизованные животные живут на два года больше и гораздо реже страдают гинекологическими и онкологическими заболеваниями. К примеру, у некострированных котов выше риск развития аденомы предстательной железы, и они больше склонны к дракам. Другой очевидной причиной стерилизации врачи считают потребность животных метить территории, о последствиях в виде долгоиграющего запаха, пожалуй, знает каждый хозяин. Не говоря уже о стремлении питомца выскочить из окна с приходом весны, в надежде нагуляться вдоволь. А ведь именно так теряется и гибнет огромное количество животных. В основном же несвоевременная кастрация – это будущие проблемы со здоровьем. Когда животные не рожают, происходит атрофия мышц матки, скапливается жидкость, и потом может перейти в гнойное воспаление или какие-то развития проблемы с яичниками на полке, с тоза яичников и так далее. В поддержку питомцев в 2015 году Россия присоединилась к международной акции «Спейдэй», то есть стала отмечать Международный день стерилизации животных. Как правило, 25 февраля врачи ветклиник проводят операции своим маленьким пациентам бесплатно или на льготных условиях. В 2021 году в акции приняли участие 470 ветеринарных клиник из 67 регионов России. Тогда было прооперировано свыше 7 тысяч животных. Большая часть из них – собаки и кошки. Также в клинике приводили хорьков, енотов, морских свинок и кроликов. Проводить процедуру стерилизации врачи рекомендуют всем домашним животным, которых держат не для будущего потомства, а для души. Тогда самые маленькие члены семьи будут здоровы, и обращаться за помощью к ветеринарам придется только в редких случаях. Ольга Павлова, Николай Епифанов. События.